Как, наверное, многие уже слышали, Нурсултан Назарбаев якобы неожиданно решил отказаться от своего поста и подал официально в отставку. Но на самом деле это было не совсем неожиданно, а уже начиная с января и февраля в Казахстане давно ходили слухи, что к началу Нового года, а в Казахстане Новый год отмечается всегда весной, то есть в день начала весны, вот завтра по азиатскому календарю начинается Новый год, в Казахстане он называется Наурыс. И, кстати, этот день отмечается также в календарях Европы, например, у нас уже сейчас в гугле появились заставки начала весны. И, по сути, азиаты больше правы, потому что Новый год, по логике, когда просыпается природа, конечно же, наступает с началом весеннего периода, ну никак не 31 декабря, хотя об этом я уже говорил. Итак, Нурсултан Назарбаев в принципе никого не удивил, а просто так же, как Ельцин накануне своего Нового года официально выступил с заявлением, что он якобы уходит. Ну и такой замечательный жест, многие написали комментарии, вот, дескать, Володя Путин, посмотри на своего ближайшего соседа, не пора ли и тебе поступить подобным образом? Я считаю, что Нурсултан Назарбаев, конечно же, показал пример Путину и показывает его, но только несколько в другом смысле. Дело в том, что Нурсултан Назарбаев ушел, скажем так, недалеко от своего поста. Он останется по-прежнему Элбасы, что значит лидер нации, и будет председателем Совета Безопасности. То есть он остается на одном из самых крупных и важных руководящих постах, а точнее, он контролирует силовой корпус. Это значит, все солдаты, все внутренние войска подчиняются непосредственно Нурсултану Назарбаеву. А человек, который встанет на его место, некий Касым Жамарт Такаев. Он очень предан своему господину. Например, сегодня он вступил в должность президента страны. И сразу же очень ценное предложение. Он заявил, что столица страны Астана должна носить имя их национального лидера Нурсултана Назарбаева и должна называться Нурсултан. Кроме того, он предложил назвать все центральные улицы всех областных центров Казахстана улицами Нурсултана Назарбаева. Так что в преданности господина Касыма Жамарта Татаева, конечно же, никто не сомневается и Нурсултан Назарбаев в первую очередь. Он будет создавать иллюзию, что власть в стране поменялась. На самом деле ничего этот человек сделать самостоятельно не сможет. В любом случае, это не представитель каких-то оппозиционных сил в Казахстане, демократических сил. Нет, это ближайший человек Нурсултана Назарбаева. И, конечно же, скорее всего, весной будут проведены фиктивные выборы, где либо этот человек останется на посту, либо, как предполагают эксперты, кто-то из ближайшего круга Назарбаева, то есть семейного круга, рассматривается в том числе кандидатурой его дочери или, например, племянника. Так что, если кто-то вдруг решил, что в Казахстане начнутся существенные преобразования, забудьте. В Азии, в азиатских странах так никогда не бывает, там всегда, знаете ли, стабильность превыше всего. Ну, фактически, это такое болото, где верхушка живет так, как она хочет, ну, а низы выживают как могут. В этом смысле, конечно же, Элбасы показывает хороший пример Владимиру Путину, как и Владимир Путин должен будет поступить. Когда ситуация очень сильно накалится, нужно сделать вид, дескать, устал, я ухожу, ну, например, на пост какого-нибудь министра обороны или внутренних сил России. Ну, а поставить вместо себя, неважно, любого другого человека, хорошо, не хотите, Дмитрия Медведева, ну, пусть будет другая фамилия. Но, помните одну вещь, до конца, до конца своей жизни ни Назарбаев, ни Путин, ни подобные ему никогда не уйдут совсем. Потому что у них вокруг очень много примеров, чем заканчивается жизнь диктатора, когда они полностью отходят от власти. Поэтому до последнего дня Нурсултан Назарбаев будет охранять свою власть, потому что власть для него обозначает жизнь точно так же и для Владимира Путина. Это я лишний раз повторяю тем, кто надеется, что каким-то волшебным, каким-то сказочным образом ситуация в России преобразуется. Забудьте, не преобразуется на время жизни Владимира Путина. А уж он-то позаботился о том, чтобы самой мощной силой в России были внутренние войска, войска безопасности. То есть те самые силы, которые могут и готовы наводить порядок железной рукой. Их, насколько я знаю, насчитывается в стране около 5 миллионов. Это те самые, кто легко пойдут проламывать головы и стрелять по населению в случае чего. Так что, ребята, ситуация в Казахстане очень сильно напоминает российскую. Менталитет казахов очень сильно похож на русский. Такой же долготерпеливый, спокойный народ. Вот живут они так же плохо, как и в России, но, как мы видим, молчат. Россия, я думаю, на очередном витке докажет, что она большая азиатская страна. И в один прекрасный день мы, конечно, увидим спектакль типа «Я ухожу, ребята, теперь все претензии к новому президенту. Но я обязательно останусь где-нибудь там в тени, чтобы в случае чего контролировать ситуацию, а претензий ко мне персонально никаких не будет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова